Завоевание арабов и создание арабского халифата. Начало завоевательных походов арабов. Смерть Мухаммеда привела к восстаниям противников исламского государства, вспыхнувшим в разных концах Аравии. Однако эти выступления были быстро подавлены, и мусульмане приступили к завоеванию других стран. Главными противниками арабов оказались Византийская империя и Иран. Еще Мухаммед направил византийскому императору послание с призывом принять ислам. В нем говорилось «Покорись, прими ислам, и ты спасешься. Аллах воздаст тебе двойную награду. О, люди Писания, объединяйтесь вокруг общего для нас и вас слова». Константинопольский владыка не счел нужным ответить пророку, но вскоре он ощутил силу оружия мусульман. Византийское войско не смогло противостоять натиску арабской конницы, окрыленной новой религией. Мусульмане с радостью принимали смерть, надеясь вкусить райское блаженство, обещанное пророком. Военные успехи мусульман. В ходе завоевательных походов войско арабов во главе с халифами подчинило себе богатейшие страны Ближнего Востока. Сирия, Палестина, Междуречия были отняты им у византийцев. Арабы овладели крупнейшим городом Сирии Дамаском и священным городом христиан и иудеев Иерусалимом. После нескольких поражений перестала существовать иранская держава. В Африке арабы захватили Египет. Византийская армия и здесь не смогла противостоять завоевателям. Крупнейший город Египта Александрия без боя сдался мусульманам, которые обещали за богатый выкуп не трогать христианские храмы. Из своих восточных владений византийские императоры сумели сохранить лишь малую Азию. Арабы не раз осаждали Константинополь, но взять его не смогли. Подчинив себе Северную Африку, арабы в начале VIII века переправились через Гибралтарский пролив и высадились в Испании. Небольшое войско арабов разгромило армию Вестготского короля. Несмотря на упорное сопротивление, города Вестготов пали один за другим. К 718 году вся Испания, кроме небольшой области на севере страны, оказалась в руках арабов. Затем они вторглись в пределы Франкского королевства и были остановлены только Карлом Мартеллом в битве при Пуатье. К середине VIII века в результате завоеваний возникло огромное мусульманское государство – Арабский халифат. В его состав вошли земли с плодородными почвами – Египет и Междуречие, которые раньше были житницами Древнего Рима и Византии. Арабы захватили все известные в то время месторождения золота. Они поставили под свой контроль морские и сухопутные торговые пути, соединявшие рынки Средиземноморья со странами Дальнего Востока, Центральной Азии, внутренними районами Африки. Все это сделало халифат богатейшим государством мира. Первые халифы и раскол в исламе Первые халифы по своему образу жизни мало чем отличались от простых мусульман. Как и пророк Мухаммед, они обладали светской духовной властью. В период завоеваний халифы должны были быть и военно-начальниками. Талантом полководца прославился халиф Амар в 634-644 годы. Он слыл суровым, но справедливым правителем, который не стремился к личному обогащению, хотя арабское войско овладело огромными сокровищами. После смерти Амара халифом был избран Осман в 644-656 годы. Новый халиф происходил из рода первоначально враждебного Мухаммеду, но затем принявшего ислам. При распределении богатств, захваченных во время походов, и назначении на важные должности, Осман отдавал предпочтение своим родственникам. Наместники завоеванных областей, обладавшие реальной военной силой, все меньше прислушивались к халифу, жившему в Медине. Мусульманская знать организовала против Османа заговор, и халиф был убит на пороге собственного дома. При этом кровь правителя попала на список Корана, который он держал в руках. Еще более драматичные события развернулись при халифе Али в 656-661 годы. Междуусобная война и последовавшие за ней убийства Али привели к расколу мусульманно-враждующей группировки суннитов и шиитов. После гибели Али в 661 году халифом объявил себя наследник Сирии. Он не поехал ни в Мекку, ни в Медину, а остался в Дамаске, основав династию Амиядов. Внутренняя жизнь арабского халифата. В конце VII века халифы из заместителей пророка Мухаммеда превратились в неограниченных правителей, а их власть из выборной стал наследственной. В руках халифов сосредоточились несметные богатства, стекавшиеся из завоеванных стран. Ежегодно в их столицу в виде дани поступали тонны серебра и золота. Ими правители могли распоряжаться по своему усмотрению. Большое влияние на дела государства оказывала мусульманская знать, состоявшая не только из арабов, но и из представителей других народов, населявших халифат. Знатные мусульмане, полководцы и наместники провинций быстро забыли призывы пророка Мухаммеда презирать богатство и делиться своим имуществом с бедными. Подражая вельможам захваченных стран, они возводили великолепные дворцы, наполненные сокровищами. Завоеванные арабами земли были объявлены собственностью всей мусульманской общины. Люди, жившие на этих землях, должны были платить подземельный налог или принять ислам. На завоеванных землях арабы сначала насильно не принуждали местное население становиться мусульманами. Людям Писания, христианам, иудеям, признававшим единого Бога, разрешалось жить по законам их веры, но они должны были платить особую подушную подать. К язычникам мусульмане относились нетерпимо. Под страхом истребления им предлагалось принять ислам. Населению завоеванных стран было выгодно переходить в новую веру, так как оно сразу освобождало от налогов. Мусульмане платили только милостыню в пользу бедных. Однако через несколько десятилетий отношение мусульман к людям других религий изменилось, и начались их притеснения. Один из халифов издал указ, в котором приказывал христианам и иудеям носить отныне платье желтое, не носить белого платья, дабы не походить на мусульман, разрушить заново построенные храмы, удвоить поголовную подать, не позволять им входить в мусульманские бани, не брать себе мусульман для личных услуг, христианин, посмевший ударить мусульманина, подвергался смертной казни. Распад арабского халифата. Правление амиядов вызвало недовольство в народе, которым воспользовались противники халифов. В 750 году власть амиядов была свергнута, а сами они истреблены. Новыми правителями мусульманского государства стали аббасиды, сделавшие столицей халифата город Багдад на реке Тигр Междуречье. В VIII-IX веках арабский халифат достиг вершины своего могущества. Однако закат этой державы был уже близок. На землях халифата проживало около 80 миллионов человек. Большинство населения составляли завоеванные народы, принявшие ислам. Управлять таким большим государством было сложно, и халифы сохраняли свою власть только силой оружия. То тут, то там вспыхивали мятежи и восстания, которые расшатывали исламское государство. Его силу подрывала также непрекращающаяся вражда между суннитами и шиитами. Наместники отдаленных провинций отказывались подчиняться власти багдадского халифа и не посылали ему положенной дани. Постепенно они создавали собственные независимые государства. Постепенно, к X веку, халифат лишился большинства владений, сохранив под своей властью только земли вокруг Багдада. Став простой игрушкой в руках своей армии, халифы потеряли светскую власть, сохранив авторитет только в делах религии. На месте огромной державы возникло множество мусульманских государств, в которых говорили на арабском языке. Несмотря на распад арабского халифата, вера пророка Мухаммеда распространилась далеко за пределы Аравии. В страны Азии, Африки и Европы ее несли не только воины, но и купцы и проповедники. Мусульманская культура Культура арабского халифата и государств, образовавшихся на его месте, была тесно связана с мусульманской религией. Обучение чтению, письму, арифметике считалось необходимым для понимания и усвоения Корана. Его текст доучивали наизусть, стремясь применять мудрость этой книги во всех жизненных ситуациях. Для обучения детей 50 лет создавались начальные школы. Государство заботилось об образовании своих поданных. По приказу халифов создавались медресе, где подростки и взрослые продолжали образование. Они собирались вокруг учителя, который зачитывал древние тексты трудоученых, объясняя непонятные места. В медресе изучали историю и основы ислама, математику, медицину, геометрию и другие науки. Уважение к знаниям, которые проявляли мусульмане, сочеталось с нетерпимостью ко всему, что, по их мнению, противоречило исламу. Нередко во время завоеваний мусульмане разрушали и уничтожали то, что считали чуждым своей вере. При дворе халифов в Багдаде и других крупных городах возникали дома мудрости, своеобразные академии наук. Здесь ученые занимались переводами на арабский язык сочинений авторов разных стран и эпох, в том числе известных мудрецов древности – Платона, Аристотеля, Архимеда. С некоторыми из этих трудов средневековых европейцев познакомили именно арабы. Торговли и путешествия сделали арабов знатоками географии. На составленных ими картах и в географических трудах содержалось описание всех областей тогдашнего мусульманского мира от Испании до Индии. Знали мусульмане о Китае, Корее, Сибири. В сочинениях «Чудеса стран», «Диковинки земли», в книге «Путей государств», а также в книге «Картины земли» содержались подробные сведения о природе, народах, городах, занятиях жителей самых различных земель. Из далекой Индии арабские ученые заимствовали удобную десятичную систему счета, переняв у индийцев цифры, которыми мы сейчас именуем арабскими. Наука алгебра, появившаяся также в Индии, стала известна в Европе именно под арабским названием «Алджебр». Далеко за пределами мусульманского мира было известно имя жившего в конце X – начале XI века ученого Ибн Сины. В Европе его звали Авицена. Его перу принадлежали медицинские труды, книга исцеления и канон врачебной науки. Слияние различных культурных потоков привело к возникновению мусульманской поэзии. Она прославляла победы в боях, возвышенные чувства любви, радости жизни. Арабы любили слушать и рассказывать сказки. Бродячие сказители собирали, сочиняли и приносили в разные концы мусульманского мира фантастические рассказы. Постепенно они составили огромный сборник, получивший название «Тысяча и одна ночь». В него вошли сказки не только арабов, но также греков, персов, индийцев и других народов. Наиболее известны повествования об отважном багдадском купце Синбаде-мореходе, совершавшем свои рискованные путешествия в дальние страны. Законы мусульманской религии запрещают изображать Бога. Поэтому на стенах зданий в книгах можно видеть лишь замысловатые узоры и орнаменты, составленные из арабских букв, складывающихся в слова. Нередко это были цитаты из Корана или высказывания пророка Мухаммеда. На мусульманском Востоке широкое распространение получила каллиграфия. Арабский язык, арабская письменность были известны во всех странах, жители которых исповедовали ислам. Подведем итоги. Арабские завоевания привели к возникновению огромного арабского халифата. В странах, вошедших в его состав, жизнь людей была организована в соответствии с требованиями исламской религии. Арабы-мусульмане стремились расширить свои знания об окружающем мире. Они создали особый мир культуры, которая была тесно связана с мусульманской религией. Многое из достижений ученых арабского халифата превосходило уровень науки европейских стран того времени. Суниты – сторонники одной из группировок в исламе, почитающие не только Коран, но и устные предания о деяниях и высказываниях Мухаммеда, Суну. Шииты – сторонники одной из группировок в исламе, признающие Коран единственной священной книгой, считающей законным халифом только Али и его потомков. Медресе – учебные заведения в исламских странах, каллиграфия, искусство красивого и четкого письма. Даты – 661 год – начало правления династии Аммиядов. 750 год – свержение Аммиядов, начало правления династии Аббасидов. Все знания в конечном счёте связаны с религией и обретаются во имя Аллаха, пророк Мухаммед. Учудкаız в Субтитры подогнал «Симак» Юлиан